«И из тех чудес, которые постигали угодников Всевышнего Аллаха, это» И начинает перечислять те чудеса, которые сообщены нам в Коране и в Судне Пророка, салам ассалям. То есть приводит примеры на караматы. И как мы сказали, что самый великий довод на то, что карамат есть и существует, это то, что он действительно происходит. То, что мы встречаемся с этим в нашей жизни. И это сообщено нам в Коране и в Судне Пророка, салам ассалям. И поэтому шейх, именно поэтому, то есть начинает перечислять караматы. Начинает перечислять их. И говорит первое «Куссату асхаб-ль-Ках». Из таких чудес, допустим, история людей пещеры. Асхаб-ль-Ках. Известно то, что в начале суры аль-Ках сообщается о том, что была группа людей, фития, молодых парней, которые уверовали во Всевышнего Аллаха Субханаху Аталия, были единобожниками. Однако жили среди такого народа, который противоречил им. То есть были неверующие люди. И они, спасая свою религию, спасая свою акыду, убежали от них и спрятались в пещере. И Всевышний Аллах Субханаху Аталия по своему предопределению сделал так, что они уснули в этой пещере. И уснули на сколько лет? На 300 воздаду тиса. На 309 лет. И мало того, не только они с ними, даже их собака была. Так ведь? Аллах Субханаху Аталия снова их разбудил и ничто им не навредило. Даже как некоторые мафасеры говорят, Аллах Субханаху Аталия переворачивал их сбоку на бок, чтобы что? Да, пролежней, чтобы не было. Действительно так. То есть как некоторые мафасеры говорят. Важно что? Что эта вещь, что человек проспал 309 лет, потом проснулся, это вещь хорикун лиляада, не соответствует обычаям нашим. Это является действительно одним из чудес, о которых Всевышний Аллах Субханаху Аталия рассказал нам в Коране. То есть вот это их долгое пребывание является карама. Также шейх говорит, Примером карамата может служить история Марьи, когда застали ее родовые схватки, и она была возле ствола пальмы. Всевышний Аллах Субханаху Аталия приказал ей сотрясти эту пальму для того, чтобы упали с нее плоды свежих фиников. Что касается Марьяма Алейхиссалям, Марьям бин Туимран, то у нее было много караматов. Не только то, что шейх перечислил. Ее караматы, то есть действительно, если суру Марьям почитать, то аят за аятом Аллах Субханаху Аталия сообщает о ее караматах. Первым из ее чудес, первым из ее караматов является то, что она забеременела без мужа. Забеременела Айсей, алейхиссалям, пророком. И Аллах Субханаху Аталия говорит, Забеременела она и ушла в далекое место. То есть первая му'джиза это сама беременность, что она забеременела без мужа. Это уже противоречит естеству, уже карам. Так как она была праведной, мы говорим, что это карам. Далее Всевышний Аллах говорит, Когда настигли ее родовые схватки около ствола пальмы, она сказала, Если бы я скончалась до этого, и была бы полностью забытой. То есть почему? Боялась, что люди про нее скажут. Само собой, люди начнут плохо думать, так ведь? Побоявшись этого, она сказала, если бы я лучше умерла до этого, то есть испугавшись этого. Следующий аят Аллах Субханаху Аталия говорит, И вот воззвали к ней из-под нее и сказали, не расстраивайся. И Аллах Субханаху Аталия под тобой, то есть она ушла в местность, как муфастеры говорят, она ушла в местность, где не было ни воды, ни питья, ничего. Становилась возле одной пальмы большой, будучи беременной Айсой, алейхиссалям. И когда она родила его, Айсу, алейхиссалям, она сказала вот эти слова, лучше бы мне быть забытой вообще. Представляете положение этой женщины, рода Аллаху Аанха. И тут, как говорят, либо Джибриль, либо Айса, алейхиссалям, так как было известно, что Айса тоже в младенчестве разговаривал, сказал, не расстраивайся, ваисину твой Господь сделал под тобой сария. Сделал под тобой источник, из которого ты сможешь пить. Далее говорит Всевышний Аллах, И сотряси ствол пальмы, чтобы упали на тебя свежие плоды. Действительно, она сотрясла ствол пальмы и посыпали свежие плоды. Пальму кто-нибудь видел хоть раз? Кто-нибудь пытался ее сотрясти, чтобы упали свежие плоды? Яриджаль, что же тогда сказать о женщине, которая только-только родила? Карама или не Карама? Карама, это действительно противоречит естеству, никто не сможет. Видел ли ты тот пример, который приводит Всевышний Аллах с деревом? Прекрасное слово, подобное прекрасному дереву. Имеется в виду слова «Ля Илях Илялах», подобное дереву. «Аслюха сабитун», ствол которого крепкий, «ва фармаха фиссама», а ветви которого возносится вверх. И сам посланник Аллаху Салам Тафсир дал, что это дерево, имеется в виду пальма. Имеется в виду пальма под этим деревом. И как я вроде вам уже говорил на одном из уроков, когда посланник Аллаху Салам сказал, «Знаете ли вы то дерево, которое Всевышний Аллах упоминает в Коране?» Потом посланник Аллаху Салам сам ему сказал, что это за дерево, что это пальма. И Абдулла ибун Аумар говорит, «Я хотел сказать, что это пальма». А Аумар, рада Аллаху Анаху, он говорит, «Зачем ты не сказал, Субхану Аллаху?» Это было бы очень приятно для меня, если бы ты сказал. Он говорит, «Как я мог сказать, когда Абубакр, ты молчите, сидите, а я буду говорить, что это?» Важно то, что пальма аслю хатаби, ствол его твердый, и ветви возносятся вверх. То есть обычная женщина никогда не сможет потрясти пальму, и оттуда посыпятся финики. Однако Всевышний Аллах наделил таким караматом Марьям, наделил таким караматом эту женщину, рада Аллахан. И поэтому Всевышний Аллах сказал, «Ва кули ва шраби, ва карри айнан». Поэтому кушай и пей, и радуйся. И так далее, то есть до конца аятов. И сура Аль-Марьям. Также Шейх говорит, из чудес, которые были дарованы Марьям, «Ва риску Аллахи ляха, роды Аллаху анха, би وجуди факиха ти щита и индаха фи с сайф, ва факиха ти с сайфи фи с щита». Из тех чудес, то, что Аллах Субхану Хваталя даровал ей, из карамата, то, что Аллах Субхану Хваталя даровал ей такое пропитание, теми продуктами, которые можно было найти только летом, у нее эти продукты были зимой. А те продукты, которые были только зимой, то есть давали плоды зимой, они были у нее летом. Аллах Субхану Хваталя об этом говорит в Суре Амран. Говорит, «Кулля мадахаля алейха Закария льмихраба, ва чада индаха рискан». Каждый раз, когда Закария, который был ее опекуном, попечителем, который был, когда он каждый раз заходил к ней в михраб, то есть в то место, где она молилась, уединялась во Всевышнем Аллах Субхану Хваталя, находил то, что у нее есть риск, то, что у нее есть продукты. И, как ученые говорят, еще удивительно то, как раз является караматом, то, что зимой были продукты, которые дают свои плоды летом, а летом были продукты, которые дают свои плоды зимой. И сказал, «Кулля мадахаля Марьяму, ана ляки хада?» Сказал, «Откуда у тебя это?» «Куллят хуа мин инди ля». Он сказал, «Это от Всевышнего Аллаха». «Инна Аллаха ярзуку майя шау бигайли хисаб». Ваисим, Всевышний Аллах дарует удел тому, кому пожелает, безо всякого счета. То есть, это также является одним из караматов, которые Всевышний Аллах даровал Марьям. Далее шейх приводит пример, говорит, «Ла киссату асиф» «Кя тебе Сулейман». Из тех примеров караматов, которые приводятся нам в Куране, это история Асиф, песца Сулеймана, человека, которого звали Асиф, и он был песцом Сулеймана, аль-Ассалям. Эта история приводится в Суре когда самые первые уроки были у нас, когда мы разбирали бисмилляхи рахману рахим, помните, когда шейх только-только книгу начинал, мы говорили, в чем польза бисмилляхи рахману рахим, и сказали то, что одна из польз, это то, что с бисмилляхи рахману рахим наш посланник Аллаха саляллаху алейху ассалям начинал важные вещи, свои послания, и не только он, а также пророки, которые были до него, и привели пример с Сулейманом алейху ассалям. Как в Суре Намль сообщается, то, что Сулейман алейху ассалям был одним из пророков Всевышнего Аллаха субханаху аталия. У него была такая маджиза, такое чудо, то, что Аллах субханаху аталия дал ему власть над джиннами, над животными, над ветрами, дал понимание их языка, языка птиц. Это было его маджиза, его чудо. И однажды, когда он собрал войско свое, сказал, что со мной я не вижу птицу худхуд, Удот маленькая птичка. Или же она отсутствует сейчас. Если, говорит, она сейчас не вернется с каким-то сильным доводом на то, что она отсутствовала, я непременно накажу ее или принесу жертву. И, как говорит Всевышний Аллах, и она долго не пробыла, вернулась к нему и сказала, я видела, как Аллах субханаху аталия сообщает ее слова, говорит, птицу худхуд не пробыла долго. И вернулась и сказала, я видела то, я знаю то, чего не знаешь ты. Я пришла к тебе с местности Саба явной вестью. То есть, принесла тебе сообщение оттуда. Я видела женщину, которая является царицей у людей. То есть, женщина правит. Ей даровано все, и у нее есть великий трон. Обратите внимание на это. Я увидел то, что она, ее народ поклоняется солнцу помимо Всевышнего Аллаха. И приукрасил он шайтан их деяния и сбил их с прямого пути, и они не следуют ему. И так далее. Затем Сулейман, алейхиссалям, приказывает этой птичке направить письмо и скинуть это письмо этой царице Белькис в Йемене и отлететь, посмотреть, какова будет ее реакция. Когда птица это сделала, Аллах субханаху аталия говорит, когда Белькис получил это послание от нее, от Сулеймана, который донесла эта птичка, сказал, «Я июхалмаляву, инни улькия илейя китабу карим». Сказала, «О, знать, воистину мне было неспособлено благородное письмо «Иннаху мин Сулейман». Воистину оно от Сулеймана «Иннаху бисмилляхи ррахман ррахим». В нем сказано «Бисмилляхи ррахман ррахим». Это довод, который мы приводили в начале. То, что касается сегодняшней нашей темы. Затем сказано «Алла таалю алейя вактуни муслемин». «Не превозноситесь надо мной и придите ко мне, будучи предавшимися Всевышнему Аллаху». Сулейман алейсалям. То есть ей говорит то, что написано в письме. И она дальше начала советоваться. Говорит, «Я не принимала решения без вас узнать своим народом. Я не принимала без вас решения. Подскажите мне, что делать». Они сказали «Нет решения за тобой». Затем она сказала «Если цари заходят в местность, то непременно там все рушится, а люди становятся бедными и так далее, и так далее, и так далее». В конце концов, Сулейман алейсалям, когда ему сообщили, что это белькыс, то есть думает, что делать и так далее. Сулейман алейсалям говорит «Коли яйухалмалаву айюкум яйтини биаршиха кобле ан яйтуни муслемин». Сказал «О, знать, кто явится ко мне с ее троном». Помните, я сказал «И у нее есть великий трон». И Сулейман алейсалям говорит «Кто явится ко мне с ее троном». До того, как они придут ко мне мусульманами, будучи предавшимися. «Коли айфритун минальджинни». И сказал «Айфрит минальджинн». То есть один из обладателей силы из числа джинов. «Ана атикабихи кобле антакума мин макамик». Я приду к тебе до того, как ты станешь со своего места. Я принесу тебе этот трон до того, как ты даже поднимешься с места. «Ва инни алихи ла кавиин амин». Я способен на это, у меня есть сила на это. Я сдержу то, что на мне доверили. «Коли аль ладзи индаху альмун миналькитаб». И сказал тот, у кого было знание из Писания. «Ана атикабихи кобле антакума миналькитаб». А я принесу тебе этот трон до того, как ты даже моргнешь. «Фалямма рааху мустакирран». И действительно он так и сделал. Когда Сулейман алейхи салям увидел то, что этот трон стоит перед ним. «Индаху каля хада мин фадли робби». Сказал «Это по милости моего Господа». «Лиаблю ани аашкуру амакфур». Аллах Суханаху Атали испытывает меня. Буду я благодарить или проявлю неверие». Важно, что, как сказал Ибн Аббас, сказал «Алладзи «индаху уильмун миналькитаб». Тот, у кого было знание из Писания, это был человек, писарь Сулеймана алейхи салям. Его звали Асуф. И как говорят муфасиры, он знал «Исмулахи азам». Знал самое великое из имен Всевышнего Аллаха Суханаху Атали. Как сказал пророк саляму алейхи салям, «Изасу иля Аллаху бихи ата если попросят Всевышнего Аллаха посредством вот этого самого великого имени, Аллах Суханаху Атали ответит. И если будут взывать к нему, то он непременно тоже даст ответ на эту мольбу. Это хадис достоверный. То есть, у Всевышнего Аллаха есть самое великое имя, если посредством него попросить, Аллах Суханаху Атали ответит. И некоторые ученые говорят это имя Аллах, некоторые говорят Аль-Хайюль-Кайюм и так далее. И как передается, что этот писарь знал это имя. И попросил Всевышнего Аллах Суханаху Атали посредством этого имени и Аллах Суханаху Атали даровал, что даже Сулейман не успел моргнуть этот престол этой царицы Белькис, царицы Сабинской был уже у нее. Важно что, карама или не карама? Карама. Чудо. Эту историю имеет ввиду шейх, когда говорит история Асифа писаря Сулеймана. Понятно, да? Вкратце просто. Далее говорит Одним из примеров караматов, которые приводит Всевышний Аллах в Кур'ане, является история человека, которого Всевышний Аллах Субханаху Атали умертвил на сто лет, а затем снова воскресил. Эту историю приводит Всевышний Аллах Субханаху Атали в Суре Бакара. После Айат-Уль-Курси идут аяты Аллаху Алию ладина Амана и затем Всевышний Аллах Субханаху Атали в 259 аяте, мы его уже упоминали, этот аят, когда говорили о вере в воскрешение, что одним из доказательств того, что Всевышний Аллах может воскресить своих рабов, служит то, что Аллах Субханаху Атали уже до этого воскрешал людей в этой дуне. Помните? И приводили пример, что в одной только Суре Бакара несколько примеров на это. И один из примеров как раз был вот этот человек. Аллах Субханаху Атали говорит Или как тот, который проходил мимо деревни, которая была разрушена до своего основания. И он сказал, как Всевышний Аллах Субханаху Атали воскресит это после того, как это все умерло. И Всевышний Аллах Субханаху Атали умертвил его на сто лет, а затем снова воскресил. И спросил, сколько ты пробыл, то есть сколько ты пробыл в этом состоянии. Он сказал, я пробыл в этом состоянии день или часть дня. Сказал, нет, ты пробыл в таком состоянии сто лет. Посмотри же на свою пищу и на свое питье. Они нисколько не испорчены. Однако посмотри, и с этим человеком был его осел. Однако говорит, посмотри на своего осла для того, чтобы мы сделали тебя знамением для людей. Затем посмотри на кости, которые остались от твоего осла, как мы их соберем. облечем их мясом. И когда это стало ясно, ему он сказал, воистину я знаю, что Всевышний Аллах способен на каждую вещь. То есть, это история, когда один человек проходил мимо деревни, которая полностью была разрушена, он сказал, как же Всевышний Аллах Суханна Хваталя снова это восстановит. И Аллах Суханна Хваталя умертвил его на сто лет, затем через сто лет снова воскресил, спросил, сколько ты пробыл. Он сказал, я всего лишь день, может даже часть дня Аллах Суханна Хваталя сказал, ты пробыл в таком состоянии сто лет. Посмотри на свою еду. Естественное состояние еды, то, что она день-два, тем более фрукты портятся, так ведь на жаре. А они, нисколечки даже не попортились. Однако, говорит, посмотри на своего осла, который уже полностью после того, как умер, остались только кости. И Аллах Суханна Хваталя снова собрал эти кости, наделил, да, объял их мясом и снова оживил, вдохнул рух в него и снова оживил этого осла. На его глазах. Чтобы показать ему, это как знамение, то есть он это видел своими глазами. То есть таким образом, и когда это стало ясно ему, он сказал, я знаю, что Аллах Суханна Хваталя способен на каждую вещь. Для нас что важно с этой историей? Карама или не Карама? Карама. Карама. Таев. Далее, следующий пример на Карамат шейх приводит в Акисату Джурейдж. Говорит, история Джурейджа, монаха. Эта история достоверно приводится в Сахихе аль-Бухари и Муслим. Джурейдж это был праведный мужчина, постоянно поклоняющийся Всевышнему Аллаху Суханна Хваталя из Бану Исраиль. И передается, что в один из дней, когда он читал намаз, его позвала мама. И он, то есть я тарадат, задумался, оставить ему намаз, ответить на зов мамы или же до конца дочитать намаз и так далее. Решил до конца дочитать намаз. Мама позвала, сказала, я Джурейдж, я Джурейдж. Он не ответил, то есть намази и мама разгневалась на него и сделала дуа против него. И сказала, Аллахума ля тумитху хатта турьяху вуджухаль мумисэт. Сказала Аллах, не умерщляй его до тех пор, пока ты не дашь ему увидеть вуджухаль мумисэт, прелюбодеек или развратных женщин. То есть пока ты не испытаешь его этими развратными женщинами, мать против него такое дуа сделала. И через какое-то время по предопределению Всевышнего Аллаха, суханаху атали, к нему послали женщину, чтобы она совратила его. И он, так как был праведным человеком, само собой, с помощью Всевышнего Аллаха, суханаху атали, то есть отверг ее. Однако, что сделала эта женщина? Пошла к одному из пастухов, совершила то, что не следовало ей совершать и забеременела от него. Когда родила, люди начали спрашивать, от кого ты родила, кто отец этого ребенка? Она сказала, Джурейч. Сказала, вот этот монах. И люди пошли к нему и сказали, так-то, так-то, ты отец ребенка, и так далее. Джурейч берет, читает намаз, идет к этому ребенку и спрашивает, манабок, а? Разрушили же его кирюм. Да, да, они пришли туда, пришли туда, где этот, да, 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 где он молился, разрушили, то есть полностью обвиняли. Этот человек, то есть взял тахарат, прочитал намаз, пошел к ребенку, спросил, кто твой отец? И вот этот новорожденный ребенок говорит, арраин, пастух, пастух. И люди поняли, что действительно, то есть Джурейч не причастен к этим действиям. Это история Джурейча, вкратце, которую упомянул также шейх. Шейх говорит, ва киссату нафар ас-саласа. И история трех людей, минбани Исраиль, избану Исраиль также, аль-лазина ауау ил-гар, которые спрятались в пещере, у антабақат алихиму ссахра, и закрыл вход в пещеру большой камень. Известная история, также не буду упоминать, вкратце скажу, то есть известно, когда три человека зашли в пещеру, камень закрыл, и они начали прибегать ко Всевышнему Аллаху посредством своих хороших дел, и когда каждый упоминал хорошее дело, камень потихоньку-потихоньку отдалялся, и так до того, пока полностью не отошел, и они не вышли. То есть это тоже было одним из карматов. Под историей трех людей шейх имеет ввиду именно это. Далее шейх говорит, и другие-другие примеры, мимма хуа муштахарун инда ахлиль альм, сабитун бель Кур'ане, ау бессуннатис сахиха, и другие известные примеры, которые известны ученым, которые утверждены в Кур'ане и в достоверной сунне пророка саллаху алейкум ассалям, ау бима сахха аниссаляф ва ман джа аба адахум, или то, что достоверно приходит от праведных предшественников, или тех, кто пришел за ними. То, что приходит от сахабов, это известная история, допустим, Умара, рада Аллаху Анху. Когда Умар однажды послал войско, далеко, в Шам или в Ирак, точно не могу сказать, послал войско во главе с человеком, которого звали Сария. Послал, и войско уже ушло, прошло какое-то время, и Умар, рада Аллаху Анху, будучи в Медине, дает пятничную хутбу. Дает пятничную хутбу, рассказывает, рассказывает, и во время пятничной хутбы вдруг останавливается и говорит, я сария туль джабель аль джабель, о сария горе горе. И дальше продолжает давать хутбу. Закончил хутбу. Люди, то есть сахабы, которые присутствовали, ничто не спросили у него, ничего не говорили. Затем, через какое-то время, когда возвращается то войско, рассказывает то, что случилось у них. Когда между нами происходило сражение, уже вот-вот, говорит, враги должны были нас одолеть. Мы знали, что если сейчас они нас окружат, то все, точно одолеют. Мы, говорит, слышим голос Умара, рада Аллаху Анху, который говорит, я сария туль джабель аль джабель, ай ильзамиль джабель. То есть, о сария, иди к горе горе. И мы направились к горе. И когда поднялись к горе, говорит, они не смогли, то есть, в конце концов, одержали верх, победу, и вернулись снова, и рассказали это Умару. И Умар, рада Аллаху Анху, как я мог это сказать, когда я даже не знал, где вы находитесь. И сахабы говорят, как, ты же во время хуббы сам остановил хуббу, сказал, я сари, атуль, джебель, иди к горе. То есть итог, итог был, да, итог этой истории, то, что действительно карама, карама, которая случилась у сподвижников. И таких историй много.